Добрый день! В эфире телевизионная студия Международного культурного форума. Сегодня мы говорим о творческих индустриях и государственных организациях культуры. У нас в гостях Зеленцова Елена Валентиновна. Елена Валентиновна, здравствуйте! Добрый день! Давайте начнем. Что же такое творческие индустрии, что под этим подразумевается и как они взаимодействуют с государственными организациями культуры? Творческие индустрии – это отрасль экономики, которая последние 20 лет бурно развивается везде в мире. И включает она очень разные виды деятельности, которые начинаются, скажем, от архитектурного проектирования, заканчиваются на галерейном бизнесе, включают в себя такие разные активности в области культуры и творчества, как мода, музыкальное продюсирование, исполнительские искусства, и, конечно же, дизайн и даже рекламу, и интернет-СМИ, и медиа, проекты различные. Но вот именно эта отрасль последние десятилетия привлекает большое внимание стран и городов, поскольку дает возможность развивать человеческий капитал, развивать одновременно экономику. И, собственно, в основе этой отрасли экономики лежит творческое предпринимательство. Предпринимательство, где основой капитализации являются культурные творческие ресурсы и творческие способности человека. Безусловно, вот это обращение к творческим способностям людей роднит творческие индустрии и традиционные, привычные нам культурные институции, культурные организации, музеи, библиотеки, театры, потому что и там, и там творческие люди создают какие-то продукты культурные, обращаются к людям. Впрочем, многие организации, такие как, например, театры, они тоже, продавая билеты, зарабатывают деньги. Поэтому пересечений здесь очень много, но далеко не всегда осуществляется тесное сотрудничество. И, собственно, вот возможностям и форматам этого сотрудничества посвящен наш круглый стол, поскольку без вот этого взаимодействия развитие этого сектора довольно сложно. Понятно. А существуют ли какие-то ярко выраженные проблемы между этими двумя отраслями, между творческими индустриями и государственными культурными организациями? Как они взаимодействуют между собой? Есть ли какие-то реальные большие проблемы между ними? Ну, я бы сказала, что самая главная проблема – это такая проблема коммуникации. Это проблема наладить разговор, диалог между двумя этими субъектами с тем, чтобы они лучше понимали друг друга и понимали, насколько они друг другу важны. Потому что если мы, например, говорим о дизайнерах, которые создают, скажем, сувенирную продукцию, вот об этом у нас тоже пойдет речь на круглом столе, сувенирную продукцию, посвященную бренду региона, то, конечно, их путь должен лежать в музей. И очень часто художники-дизайнеры обращаются к наследию региона. Кстати говоря, это тоже важная особенность творческих индустрий, потому что, как правило, они основаны на местных культурных ресурсах, они как бы вводят их в такой вот культурный оборот. Поэтому без культурного наследия им сложно обойтись. Ну и, конечно, люди, которые только начинают свою творческую предпринимательскую карьеру, они не всегда начинают с сугубо коммерческих проектов. Им нужна площадка для того, чтобы они могли реализовать свои идеи, попробовать себя в том или ином виде творчества. И здесь, конечно, миссия культурных организаций, которые финансируются из бюджета, это давать гражданам, давать горожанам возможность, площадку для творческой самореализации. А вот эти вот государственные организации, они охотно идут на контакт в этом случае, когда к ним обращаются представители творческих индустрий, готовых реализовать какой-то бизнес-проект, например? Вы знаете, это все зависит от формата взаимодействия. В каких-то случаях бывает недопонимание, в каких-то случаях, например, это сотрудничество естественным образом возникает. Когда, например, музею нужен, скажем, фирменный стиль или оформление выставки, как правило, очень многие привлекают внешние ресурсы, внешние силы, в том числе творческих предпринимателей, для того, чтобы создать тот или иной новый продукт. И здесь, конечно, уровень развития самой культурной отрасли тоже очень важен. Потому что если культура в городе, культура в регионе живая, если есть много интересных проектов, если есть желание создавать что-то новое, предлагать новые выставки, новые спектакли, какие-то новые события, выходить в город, общаться с людьми, действовать не только в стенах культурных институций, то тогда это сотрудничество, оно как бы органично, потому что нужны не только новые площадки вне города и новые проекты, но и новые люди. Поэтому, конечно, развивать культурные институции важно еще и для того, чтобы они более мобильно, более содержательно контактировали с людьми, с горожанами, но и в первую очередь с вот этой творческой частью аудитории. И последний вопрос, Елена Валентиновна. Как Вы считаете, в Ульяновской области, в нашем регионе, какие творческие индустрины более развиты, какие проявляют отрасли наибольшую активность? Вы знаете, мне сложно говорить именно об Ульяновской области, потому что для того, чтобы оценивать именно обоснованно такие вещи, нужно иметь на руках данные статистики, я могу сказать по аналогии с другими регионами, где подобные исследования проводились, не думаю, что здесь Ульяновская область будет выбиваться. Конечно, больше всего развиты такие направления, как ивент-менеджмент, то есть это организация различных событий, конечно, это рекламный бизнес, конечно, это все, что связано с интернет-технологиями. Сейчас достаточно активно развивается дизайнерское направление вообще везде в России, потому что спрос на дизайнерскую продукцию неуклонно растет. А вот какие-то вещи типа моды, они развиты далеко не везде. Я, например, вот, к сожалению, может быть, я просто что-то упустила, не слышала, например, о молодых ульяновских модельерах. Есть у нас такие. Есть такие, видите, потому что это тоже такое направление, которое сейчас в России активно развивается, и люди постепенно отходят уже от какой-то импортной продукции, и девушки, женщины, мужчины, которые следят за модой, они все чаще проявляют интерес именно к местным модельерам, так что есть надежда, что это направление тоже будет развиваться. Не очень хорошо, как правило, у нас развит галерейный бизнес. Я не знаю, есть ли в Ульяновске частные галереи изобразительного искусства, они есть, к сожалению, там не везде. То есть, конечно, развитие этого сектора, оно такое немножко неоднородное. Что-то развито лучше, что-то меньше. Спасибо большое, Елена Валентиновна, за интересную беседу. Сегодня мы говорили о творческих индустриях и их взаимодействии с государственными культурными организациями. Это была телевизионная студия Международного культурного форума. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова